Хёнде, как и планировалось, представила новое поколение Элантры. Презентации одновременно прошли по обе стороны океана, в Голливуде и Южной Корее. Новая Элантра сохранила формат классического седана, но приобрела более динамичный силуэт. Теперь кузов больше напоминает фастбэк. В дизайне ставка сделана на множество острых граней, а самый эффектный момент — три лезвия выштамповок, сходящиеся на боковине. Со сменой поколений седан стал длиннее, шире и ниже. Колесную базу растянули на 2 см, вдобавок увеличив задний свес. Всё это положительно сказалось на размерах салона. А чтобы пассажиры не обратили внимания на уменьшение высоты, сидения установлены ниже, чем раньше. Вопреки тенденциям, в базовой версии сохранилась аналоговая панель приборов. Но топовым исполнением полагается пара 10-дюймовых экранов. Список опций богаче некуда. В него входит голосовое управление мультимедиа и микроклиматом, 64-цветная подсветка салона, адаптивный круиз-контроль и аудиосистема Bose. В Корее новинка переведена на современные агрегаты серии SmartStream. Это бензиновый атмосферник, а также его газовая версия. В США основным будет двухлитровый безнаддувный агрегат, работающий по циклу Аткинсона. Всем двигателям полагается клиноцепной вариатор. Кроме того, анонсирована гибридная модификация, у которой под задним диваном установлена крошечная батарея, а в преселектив встроен электромотор. Гибрид не может подзаряжаться от электросети, зато имеет многорычажную подвеску сзади против полузависимой балки на всех остальных версиях. В Корее приём заказов начался сразу же после премьеры, а в Америке стартует осенью. Хотя живые машины клиенты получат одновременно. В другие страны седьмое поколение корейского бестселлера придёт ещё позднее. Продолжение следует...